Привет, Копектаны! В эфире FWChannel, канал, где изучают корабли. Новый видельня из продажи Сомерса остается меньше недели. Я обещал сделать итоговый обзор по нему, что и делаю. Сегодня я объясню, чем он так крут и почему он в среднем лучше Шимы, Гиринга и всех остальных эсминцев, кроме Смоланда. И это поможет вам принять решение о том, стоит ли бежать за уходящим поездом и брать этот эсминец. Но сперва, дабы меня не обвиняли, что я якобы кого-то оскорбляю, вот определение понятия дилетант. Это вполне приличное понятие, подразумевающее, что человек делает выводы без специальной подготовки и поверхностно. И вот такие вот товарищи в общей своей массе и делают выводы о Сомерсе. Из-за чего с ним в точности повторяется история, как со Смоландом. Оба этих корабля многие считают так себя корабликами, хотя их статистика и тот факт, что их выводят, просто кричат об их имбовости. Так, Сомерс удерживает первое место по урону среди десятых эсминцев и второе по проценту побед. Уступая по проценту побед только Смоланду с мизерным отрывом в две десятые процентных пунктах. Это в среднем. Да, если вы являетесь супер профи по эсминцам, то вы, возможно, сможете на Гиринге и Шиме набивать урона не меньше, чем на Сомерсе. Но таких игроков буквально единица. А для всех остальных на Сомерсе будет выходить в среднем больше урона, так как он дает больше тактических возможностей и не обязывает вас к слишком большому риску. Пусть у него не такой большой разовый мощный вес торпедного залпа, как у Шимы, но зато реализовать свою торпедную мощь ему проще. Лично я не считаю себя супер профи по Сомерсу, вот моя статистика по нему за все время. По Прошипсу это средний скромный фиолетовый урон, а по Вовс Намберс примерно первая тридцатка по урону. Но если смотреть по сессиям последнего года, то в среднем на Сомерсе я набиваю чуть больше урона, чем на Шиме или Гиринге. Но урон не самое главное, что делает Сомерс таким крутым. Ведь кроме урона он обеспечивает совершенно уникальный комфорт торпедного геймплея с такими же уникальными возможностями, на фоне которых Шима и Гиринг просто курят в сторонке. Давайте разбираться в чем дело, а на фоне посмотрим мой бой с сегодняшнего стрима. Кстати средний урон за стрим составил 123 тысячи, при том что были бои как дамажные, так и практически без урона. То есть все как это обычно бывает у торпедных эсминцев, то густо, то пусто. Итак, если сравнивать Сомерс с Шимой, то у нее торпеды мощнее сами по себе. Но у Сомерса они гораздо менее заметны, что реально влияет на возможность у ворота. Также у Сомерса они идут плотным веером, что позволяет попадать несколькими торпедами даже на очень больших дистанциях. У Шимы в полной прокачке перезарядка торпед составляет 117 секунд, у Сомерса 99,5. Разница в 17,5 секунд это очень много. Ну и главное, у Шимы нормальные торпеды идут на 12 километров, 20 километровки это полный шлак. У Сомерса аж на 16,5. Все это очень сильно влияет на торпедные возможности. Гораздо более быстрая перезарядка, существенно более высокая дальность, значительно меньшая заметность позволяют Сомерсу гораздо эффективнее попадать с больших дистанций. Шима же лучше проявляет себя только на ультраблизких дистанциях, где она может реализовать всю свою мощь залпа. Но часто ли в современных условиях рандома лично вы сможете подходить к своим жертвам на 6 километров и ближе и выживать при этом? Не Вася Фиолет, а лично вы. Очевидно, что не часто. А пока вы от цели далеко, вы тратите торпеды в пустую или же не пускаете их вовсе. Сомерс же кидает веера по КД, не теряя ни секунды времени. Либо прицельно, либо спамит направление. Рыбки плывут, ты уже про них забываешь, а они постепенно попадают, 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 урончик набегает и набегает. Это очень кайфово. И не надо бояться, что торпеды не дойдут до линкора, что он уйдет. Дойдут. Не уйдет. Дальности хватит. То есть, когда у тебя нет возможности подойти близко к цели, ты все равно продолжаешь активно дамажить, наводя ужас на целые фланги. В твои сети попадаются все, не только крупные линкоры, но и рыбки поменьше, те же крейсера или эсминцы. Если от торпед Шимы они могут увернуться из-за их более высокой заметности и ширины веера, то от торпед Сомерса им увернуться гораздо сложнее. Ты можешь брать одну точку, а в это время спамить торпедами другую. Это просто невообразимые ни для одного эсминца тактические возможности. Можно долго описывать все нюансы и тактики, это займет с десяток видео. Также по сравнению с Шимой, у Сомерса все-таки получше главный калибр. У него не только больше средний урон, но что важнее, больше урон с залпа, а также две башни и на корме, и на носу. А еще башни вертятся быстрее. Все это в совокупности делает Сомерса ощутимо более мощным бойцом на ГК, чем Шима. Еще у него гораздо лучше дымы. Американские наваристые. Это и для себя хорошо, и для союзников. Поэтому в среднем для большинства игроков Сомерс сильно лучше Шима. Теперь сравним с Гирингом. По главному калибру Сомерс, конечно, сильно ему проигрывает. Но вот по торпедам ситуация обратная. Во-первых, у Сомерса гораздо больше скорость корабля, что для торпедника критично. Во-вторых, у него три веера вместо двух. Да, по торпедам у него 12 торпед вместо 10. Но в реальном бою три веера по четыре торпеды – это гораздо лучше двух вееров по пять. Дальность на длинных торпедах у них одинаковая. Скорость перезарядки примерно та же. Там разница в одну секунду. Поэтому с учетом всех факторов по торпедам Сомерс гораздо сильнее Гиринга. Теперь к ПВО. Так как Сомерсу часто вменяют, что оно у него очень слабое, и якобы он больше страдает от авиков. Скажу, как опытный авиковод. Сомерс для меня гораздо более сложная цель, чем Гиринг или Шима. Все дело в его просто рекордной незаметности с воздуха – два с половиной километра. У Шима это 2,7, у Гиринга 2,8. То есть его сложнее заметить – это во-первых. Но главное – по нему очень сложно успеть свестись, если на эсминце сидит опытный капитан. Часть атак просто не будет выполнена или же не будет попадать. Так что лучше – эсминец с более сильным ПВО, которого авик заметил и мочит, и пофиг ему на его ПВО, а еще союзники по эсму кидают. Или же эсминец со слабым ПВО, но которого авик не заметил или же не может свестись и попасть. А еще, если сравнивать с Гирингом, то более высокая скорость движения Сомерса усложняет охоту авика на него. Вот и выходит, что по цифрам ПВО гораздо лучше у Гиринга и лучше у Шима, а по факту Сомерс более сложно уничтожить авику. И так во всем с Сомерхом. То есть голые цифры не показывают всей разницы между тем, что может Сомерс в боях и что могут Шима и Гиринг. Так как тактическое преимущество и разнообразие геймплея сложно выразить в голых цифрах, так же как комфорт и фан. В общем, мое итоговое мнение на данный момент следующее. В среднем Сомерс лучше, эффективнее и комфортнее. Шима и Гиринг сами по себе имбоватые, шикарные эсминцы. Но вот эта вроде бы небольшая разница делает Сомерса окончательной имбой, за что его и выводят, по моему мнению. Поэтому, если вы любите эсминцы, то вопрос брать или нет Сомерс стоять просто не должен. Здесь нечего думать, ведь через неделю вы его уже никогда не сможете купить, а другие корабли еще успеете взять. Тем более сталь сейчас добывается гораздо проще, чем раньше. Мне регулярно многие пишут слова благодарности за то, что убедил взять Смоланда. С Сомерсом будет то же самое. Всегда рад помочь, но вы не забывайте в ответ поддерживать канал. Это сейчас реально вопрос выживания. Этот бой рекомендую досмотреть до конца. Там будет очень зрелищно, драматично и сумма урона свыше 250 тысяч. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был СуперДжедай. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...